добрый вечер дорогие мои мы вышли на прогулку с матушкой сейчас она выйдет и я вам отвечу на некоторые вопросы первый вопрос задает женщина спрашивает бабушка что и когда нужно говорить внуку о боге чтобы он пришел к православии посмотрите я расскажу вам про своих бабушек бабушка по папе феня жила в скрылова и у нее интересная судьба папа из княжеского рода точнее даже из царского рода и когда он родился от своей матери его нужно было спрятать и поэтому его мать передала вот этой фене я не знаю как точно и бабушка феня и бабушка феня сбежала с ним к своим родственникам далеко-далеко значит это из костромы она сбежала ну километров за 200 получается и поселилась вот этой деревне с никто с неким егором маховым который был видимо дальний родственник но тоже не отец моему отцу и вот они вдвоем воспитывали моего отца и они посвятили всю свою жизнь его воспитание ну по-видимому просто понимали что за род что за значит человек и своих детей не имели и и бабушка феня была очень молитвенная у меня такое впечатление что она вообще была тайная монахиня потому что я ее видел только в черном я ее видел только работающие всегда помогающие отцу его детям там и все остальное мы приезжали к ней в дом там были свадьбы были дни рождения и всякие другие праздники но я видел ее только работающие никогда она не пела не плясала не гуляла пекла пироги великолепные пекла значит варила щи каши и я очень наслаждался у нее открыто стояли иконы в доме светелки ну то есть в большой комнате как полагается как во всех русских домах и все что она сделал делал на моих глазах это то что когда садились трапезничать она вставала одна молилась и одна значит посвящен благословляла этот стол все остальные были коммунисты комсомольцы ну и все остальное там вот а бабушка вот так молилась я нашел у нее евангелие на старославянском языке лет наверное семнадцать мне было вот я первый раз начал читать посвятил этому несколько дней куда пойдем и здравствуйте таким образом вот как бы приобщался через нее к богу так можно считать но я никоим образом не думал что она мне что-то говорит как-то приобщает я только после узнал всю эту историю что например на отца из с войны с фронта пришло две похоронки первая похоронка пришла в сорок третьем году и вот как мне рассказывал мама все кругом плакали там все кругом значит и сожалели о нем там ну то ли почтальон рассказал то ли она сказала не я не верю отложила похоронку и как молилась за здравие так и молилась он вернулся первый раз второй раз значит опять он попал в сталинграде опять в это опять пришла похоронка это же самое но самое интересное что говорят у нее была такая уверенность что тоже второй раз когда она она посмотрела на похоронку сказал не это тоже неправда уже и никто и не верил вместе с ней значит верили что он вернется и он вернулся это действительно так вот бабушка феня вот чем она мне доказала что она верующий человек вот наверное такими трудами на наше благо была всегда строгая но ласковая вот как-то так получалось у нее я не помню ни одной ее улыбки не помню ни одного какого-то такого вот движение ко мне особого что ли добрые но пирог пироги горячие я получал первым вот прямо вытаскивали какие-то значит она пекла птички там и все такое все это мы получали ну и защиту от петуха когда он на меня напал клевачий она первая выскочила меня отбила от этого петуха вот что она мне говорила от бога я был внук ничего мне кажется ничего вторая бабушка татьяна она мне вообще не родная то есть ее сын был первым мужем моей мамы и он пропал прямо в первые дни войны от него не было известий поэтому маме ничего не полагалось никакой ветеранство никакие значит там выплаты поскольку без вести пропавших считали чуть ли не предателями вот бабушка жила не так далеко нашего дома и мне кажется что я половину детства провел в нее и и великолепном саду у нее был большой дом потому что муж ее был зубной врач у него был свой кабинет его я не застал но им достался большой очень интересный дом у нее были большие дети то есть там ее дочь была врач в питере очень такая серьезная ее муж еще серьезнее врач и поэтому жила в достатке и поэтому у нее была помощница помощница точно была монахиня у нее была своя комната и комната была в иконах там было много икон из комнаты всегда пахло ладаном и в комнате всегда горела лампадка ой для меня это была такая тайна это прямо не знаю какая-то катакомба и честно говоря я в этой комнате ни разу не был то есть только через открытую дверь видел несколько раз эту комнату с иконками с лампадками тогда бабушка так как и так ее семья была под неким таким осложнениями из-за того что муж был зубной врач не имела никаких икон бабушка татьяна но начал пускать слюнки маленькие беленькие оладушки варенье тысячи сортов конфетки из петербурга и все остальное мне кажется там был рай то есть то что я у нее находил а чуть позже значит когда она уже стала глуховато трудно выходила мне приходилось перелезать через забор через высокий чтобы к ней постучаться в дом так вот это жизнь такая вот бурная где все было и все такое это начинала превращаться в рай когда я садился на этот забор и видел ее садик такой райской но евангелию нее я тоже встретил встретил на чердаке ну такой он мансард скорее не чердак мне так кажется что туда приезжали когда ее дети забирались читали там потому что там были стопки книг были плетеные кресла и так было прекрасно там читать но это было раньше то есть бабушка уберла когда мне было всего 12 лет и я знал что это евангелие я знал что это библия она были была с картинками картинки я посмотрел но каких-то разговоров о боге от нее тоже не слышал вот так от отца ничего не слышал только мать потом сказала что когда ты в детстве умирал а я мне кажется все детство умирал все время были со мной проблемы вот отец меня три раза возил храмы в разные я якобы когда приезжал храм мне становилось но привозили меня храм мне становилось легче и мне становилось хорошо мама боги тоже ничего не говорил это уже когда я перешел священство она стала рассказать нет мама всегда говорил одну историю что она видела богородицу вот она была очень маленькой девочкой ее родители как все родители в деревне там косили сено вот или собирали урожай не знаю что там было в общем ее оставили в поле она лежала среди значит этих колосьев проснулась и нет никого и она заплакала и говорит вот в небе появилась вот такой прямо окно и и богородица она говорит и богородица ну вот как бы ей говорит она всегда говорит девочка не плачь успокойся все будет хорошо вот так и якобы богородица сказала всю жизнь она это рассказывала вот и поэтому я тоже не вижу что здесь какое-то было от нее такое влияние поэтому если вы бабушка и хотите что-то рассказать внуку такое чтобы он пришел в православие и об этом меня просите рассказать я вам скажу следующий луч покажите им что такое православие что такое христианское поведение христианское состояние потому что можно сколько хотите знать и православие говорить о православии показывать какие-то картинки о православии но если у вас не будет христианского состояния не будет доказательства для ребенка что это православие что-то не будет перед глазами примера христианского жития если вы не будете отличаться по своему поведению от неправославных вот тех кто значит ведет другую жизнь то все это совершенно напрасно если вы почитаете святых отцов то вы увидите что умственные приход к христу он очень затруднительный христу приходят через сердце через ощущение и вера сердечная более значит верная и точная чем вера хотя вот читаю сейчас митрополита влахаса архиепископа влахаса православная психотерапия он говорит что и без ума то тоже естественно не поймешь никакого православия но как воспитать православное умор зрение то есть мира ощущение в том мире где информация занимает неправославные так можем сказать светской или еще что-то 99 процентов я не знаю у нас нет направленности на то чтобы дети становились духовными развитыми творческими вообще чтобы они оставались детьми не я не шучу потому что если нас господь благословил и говорит будьте как дети то есть вернитесь к детству то на самом-то деле лучше оставаться как дети они уходить куда причем это и наукой доказано там вот нас это космическое ведомство сша заказала ну достаточно давно такие исследования по творческим способностей детей вот и там составили специальные тесты и исследовали детей от четырех до пяти лет и оказалось что эти дети 98 процентов гениальны вот прям такой им был поставлен диагноз гениальны потому что их творчество не тривиально они смелы в своем творчестве они решают проблемы которые не должны решать но не их решают перри проверил на другой группе детей и тоже оказалось также что тогда наса сделала она через пять лет перепроверил этих детей то есть стало десять лет десять прям вот всю группу опять взяли большую группу то тысячи детей было проверен и проверили и представляете у них вот эта гениальность снизилась на 40 процентов то есть вот воспитание которые им за эти пять лет давали значит она их так снизила когда их проверили в 15 лет то есть еще через пять лет то осталось вот эта гениальность у 12 процентов тогда наса не стала ждать когда пройдет еще 20-30 лет просто перепроверила вот таким тестом взрослых людей и казалось всего два процента то есть из 98 дошли до двух потеряв 96 процентов гениальности вырастая из детей во взрослые то есть система образования система общественного влияния система давления на человека который выдавливает из него смелость творчество и так далее приводит к тому что не будучи детьми мы становимся не творческими неверующими рационально пытаясь умом каким-то докопаться до всего не применяя этого детского взгляда который есть у детей поэтому сейчас ваш ребенок или ваш унук раз вы говорите он еще маленький и спрашиваете как его обучить православию он сейчас гениален в отличие от вас поэтому я думаю что знаниями особыми какими-то вы его не удивите и поэтому вернусь опять к рекомендации вы ему покажите покажите если все таки вы захотите ему показать православие то ведите в хороших храм то вот правильные старые храмы они были расписаны ну в стиле как сейчас называют комиксов и там иконы были расположены так что можно по ним всю историю христа богородицы евангелия все рассказать по по крайней мере вот в кремле я видел такие храмы там таким образом расписано и покажите ему вот эти расскажите по этим картинкам что происходило по иконам имеется виду росписи вот главное не переусердствуйте не навязывайте вот не будьте жестоки в этом не пытайтесь вбить ему православие это точно приведет к обратному эффекту и не будет он у вас никаким православным все спасибо за внимание успехов вам молитесь о нем вот это тоже хорошие подспорье и тоже хорошие это и всегда помогайте у ребенка как правило в возрастании теряется опора все начинают на него давить родители давит на него школа все он не знает кому прибегнуть чтобы его кто-то помог вот вот станьте ему такой опоры которые он может прийти все что хочешь рассказать чем хочешь поделиться попросить помощи вот это и будет православие все спасибо за внимание здоровья вам радости аминь